я продолжаю освещать тему music play для музыкального сайта на wordpress урок номер 4 в этом видео настройки для альбома и настройки для страницы меня зовут федор васильев и подробности в этом видео итак прошлом видео вы узнали как загружать треки непосредственно на сайт на хостинг ну на хостинге они по сути лежат да но загружается через ваш сайт а теперь поговорим о дополнительных опциях которые вы должны знать то есть при создании альбома да здесь у нас есть ниже вкладки вот давайте сначала album options то есть настройки для альбома нашего альбома который мы здесь добавляем что здесь есть смотрите 1 артистный у нас пока не создан артист здесь мы сможем выбирать артиста когда мы его создадим по сути артист это может быть музыкант или тот человек который создал этот альбом написал его и так далее это у нас настраивается если что вот здесь вот артиста он создается также абсолютно как альбом мы создавали в прошлом видео когда артист будет создан здесь мы его добавим уже в альбоме и будет удобно ссылка переход с фронтальной часть сайта из альбома прямо на артиста где мы можем посмотреть информацию об артисте какие альбомы у него еще здесь на сайте есть это очень интересно итак релиз дата это дата релиза создания трека или любая другая дата просто кликаю в это поле появляется календарь можете выбрать любую дату поставим эту дату и сразу давайте обновимся сразу покажу где это будет показываться то есть в развернутом альбоме у нас да то есть смотрите вот это мы переходим это категория альбомов кликаю в альбом это уже разворачивается у нас альбом уже с музыкальными треками то есть здесь нет информации а уже в развернутом альбоме смотреть вот здесь появляется релиз дата то есть это будет находиться именно здесь под постером данного альбома естественно эти все английские словечки как я уже сказал в прошлом видео будет отдельный урок я покажу где легко это на русский язык переме переименовать дальше если вы хотите сопровождать каким-то индификатором в своей альбоме категория айди например вот поставлю так обновлюсь чтобы вы просто знали если вам это нужно у нас также появляется здесь дополнительная категория иди пускай будет как-то пронумерованы все эти альбомы да это можно здесь сделать и дальше мне вообще нравится эта опция мы можем добавлять кнопки причем неограниченное количество и вот так их удалять одна кнопка у нас уже вот поля есть просто заполняем ее и что нужно сделать баттон текст этот текст на кнопки пускай будет демо link url это ссылка куда будет вести эта кнопка ну давайте прям посмотрим возьму ссылку на sound club поставлю проверим работоспособность дали данной кнопки color здесь уже покажу для совсем новичков кто не знает посмотрите если поле оставим незаполненным обновимся что получится я обновляюсь во первых где располагается эта кнопка вот здесь наверху вообще если надо дополнительной кнопки вот здесь даже ряд кнопок можно добавить то есть вот кнопка демо я по ней кликаю она работает меня действительно в новой вкладке браузера перебрасывать на сайт все хорошо здесь работает теперь дизайн кнопки вот она по умолчанию серая если все-таки вам нужен какой-то свой цвет получить поисковике вводим например это для тех кто совсем не знает как вообще цвет помечается любым у каждого цвета есть индивидуальный код цвета да вы вбиваете в поисковик color adobe adobe color перехожу на сайт это просто сайт цветовой палитры смотрите здесь можно мышкой двигать вот так маркера ниже вы можете пули получить любой оттенок скажем вот например красный да и поднимут как раз появляется код цвета смотрите вместе с решеткой у каждого цвета индивидуальный код я его прям отсюда могу скопировать возвращаясь на свой сайт и вот в поле color просто вот так и проставляем давайте посмотрим на изменение обновляемся вот кнопка красная таким же образом вы делаете все остальное и естественно если надо удалить есть кнопка делит если добавляем еще кнопку опускает а будет демо 2 ссылку уже не вешу цвет не вешаю просто покажу что вообще как это работает еще одну добавим демо 3 все там дальше по аналогии вы делаете давайте обновимся вот так красивенько они здесь проставляются причем они все одного цвета да если цвета нужны разные на разных кнопках вы уже знаете что делать я просто показываю вам что это должно работать вторую кнопку я назначил другой цвет естественно третья кнопка тоже фиолетовый потому что мы не назначили так устроен шаблон если все кнопки разного цвета то не забывайте поставить для 3 кнопки тоже свой код цвета кстати не сказал но это уже само собой разумеющиеся если я посмотрю через метацию мобильного устройства у нас отличный адаптивный дизайн в это видите ничто не улазит за края все сам красиво смотрится менюшка то есть мобильная версия встроена в этот шаблон можете не переживать со смартфонов люди смогут заходить и комфортно пребывать на вашем сайте следующий чекбокс если поставите птичку и сохранитесь отключит выше созданной ваш вами кнопки смотрите галочку ставим нажимаем обновить обновляем сайт видите кнопки исчезли зачем это нужно за тем что если вдруг вам временно надо скрыть кнопки то есть вы их настраивали настраивали цвета ссылки чтобы их вот так не удалять каждую по кнопке дыли то вдруг они вам еще понадобятся здесь вы можете временно просто их скрыть на какое-то время а потом включить их обратно сняв галочку да если это нужно дальше видео можно встроить с ютюба видео очень быстро легко если есть какой-то музыкальный клип или концерт у вас к вашему альбому как это делается покажу на примере своего канала youtube на например последним своим добавленным видео как вообще взять код цвета да вы заходите вот так вот в ролик в любой который вам нужно вставить дальше поделиться дальше вы нажимаете встроить и вот этот айфрейм я полностью копирую возвращаясь на свой сайт все очень просто сюда вставляя код данного видео обновить обновляем сайт видим видео прекрасненько размещается по play проигрывается делается на весь экран следующая кнопка очень важно для все оптимизации сайта нам не придется прибегать к сторонним плагином типа как и осел и так далее здесь есть видите добавить мета описание к альбому к целиком к альбому в прошлом видео показал как добавить мета описание каждого трека а здесь мы нажимаем на кнопку обязательно нельзя это оставлять пустым лейбл заполняете например смотрите название а здесь дыма где это будет давайте проверим обновимся обновимся это дополнительная опция появляется под нашим постером если вам нужно неограниченное количество можно таких вот дополнительных опций добавить хоть тут и написано что это мета описание мета дата по сути да какой то я не знаю как это будет работать хорошо именно для поисковиков но вот она здесь есть причем вы можете добавить неограниченное количество дополнительных полей они будут все здесь добавляться под постером и также их можно все удалять давайте в этом видео поставим паузу чтобы не нагружать следующую вкладку разберем в следующем видео это уже у нас будут настройки страницы альбома а а а Субтитры сделал DimaTorzok